Юноша из Паранайска за ночь угнал два автомобиля. 18-летний фигурант видел, как на территории частного дома паркуют дорогие автомобили. В ночь с 20 на 21 августа он проник на участок. Иномарки оказались не заперты и с ключами в замке зажигания. Злоумышленник выбрал внедорожник и отправился на нем кататься по городу. Не справившись с управлением, водитель совершил съезд в кювет. Вернувшись во двор, молодой человек пересел в кроссовер, на котором отправился к первому автомобилю. Там при помощи буксира он вытащил внедорожник из кювета, после чего вернул второй автомобиль во двор. Во время ночной поездки фигурант попал в ДТП, совершив столкновение со встречным автомобилем. После аварии водитель скрылся с места ДТП. Оперативники задержали злоумышленника по горячим следам. Молодой человек признался в содеянном. Вахи ищут 84-летнего пенсионера. Борис Семенович Шульгач вечером 22 августа поговорил с по телефону. А уже 23 августа на звонки не отвечал. Мужчина любит ходить в лес. Обычно просит родственников подвезти до того или иного места. О том, что собирается за ягодами и грибами, близким на этот раз не сообщал. Но не исключено, что мог уйти без предупреждения. Разыскиваемый худощавого телосложения. Рост 175-180 см. У него седые волосы, носит бороду. Предположительно, взял с собой зеленый рюкзак. Если вам известно что-то, что поможет найти Бориса Шульгача, просьба позвонить по телефону 780-885 или 44-66-98. Ватсап 8 962 120 66 98 Безработная жительница Анивы стала жертвой мошенников. 25-летней Сахалинке позвонили в видеоприложении и предложили трудоустройство по оказанию услуг, связанных с оформлением сайтов. Незнакомка также прислала ей ссылку. Потерпевшая перешла на ресурс и зарегистрировалась. Под руководством звонившей она внесла 11 900 рублей в качестве оплаты за трудоустройство и для открытия личного счета для будущей зарплаты. В дальнейшем в виртуальном кошельке отобразилось пополнение на сумму 108 долларов. Сахалинка начала задавать уточняющие вопросы, а в ответ специалист грубил ей. Тогда жительница островного региона поняла, что связалась с эфиристами и обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело, ведется следствие. Сахалинца задержали за незаконную добычу рыбы. 27-летний мужчина орудовал на реке Пеленга. По предварительным данным, используя трехмерное древко с металлическим крючком на конце, фигурант добыл 118 хвостов лососевых. Стража правопорядка изъяли у задержанного самодельное орудие лова, а также все добытые им водные биоресурсы, в том числе пакет с икрой-сорцом. По предварительной оценке он нанес ущерб на 700 тысяч рублей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Южно-Сахалинец отправится на скамью подсудимых за кражу и порчу имущества. В апреле этого года 41-летний фигурант пьяным находился на территории одного из СНТ областного центра. Он приметил нежилой дом, сломал окно, проник внутрь. Добычей сахалинца стали инструменты на сумму около 8800 рублей. С похищенным он скрылся, но вскоре его задержали. Теперь помимо кражи злоумышленнику предстоит ответить за повреждения оконного проема и балконной створки и их демонтаж. Общий материальный ущерб составил 61 тысячу 950 рублей. Расследование уголовных дел завершено. Их объединили и направили в суд для рассмотрения по существу. Почему диспетчеру МЧС давно не поступали звонки о чрезвычайных ситуациях? Потому что вы внимательны при занятиях экстремальным спортом и во время отдыха на природе. Вы соблюдаете пожарную безопасность на даче и дома. И, конечно, разводите костер в отведенном для этого месте. Помощь спасателей не требуется, если вы соблюдаете технику безопасности. Любите и берегите жизнь!